Примеры безалаберного отношения управляющих компаний к своей работе прямо сейчас на передежурной по городу. Здравствуйте. Привожский переулок 10. Жильцы трёхэтажки устали от засоров канализации, которые происходят с незавидной регулярностью. Мы живём на первом этаже. Квартира у нас трёхкомнатная и вот в другом стояке с нами смежная. Получается так, что когда наступают какие-то засоры, то у нас вода идёт вверх в унитаз и через кухню в трубу. Но первым состояется в 11-й квартире. Видимо, у них ближе, потом вторую очередь у нас. Мы несколько раз обращались в ЖЭУ. Никакого результата. Дело в том, что там, во-первых, с нами не хотят уже разговаривать. Эти засоры возникают у нас периодичностью 3-4 месяца. Раз в 3-4 месяца. Мы начинаем с проверного пути. Сначала звоним ЖЭУ, потом звоним в аварийку. Аварийка когда приезжает, когда не приезжает. Потом всё это длится очень долго. ЖЭУ вызывает своих мастеров, они приходят, смотрят. Вот последний раз в октябре месяце эта проблема была с ром в венделе. Трубы изношены практически на 100%. Засой повторяется. Мы вызывали зависимых слесарей, они посмотрели, слазили трубы, сказали, что из-за старости изменился угол наклона трубы. И поэтому получается автоматически залив назад в квартиру. То есть вода уходит сначала в общую канализацию, потом заливается к нам в квартиру. Вывод только такой. Каким-то образом поменять наши трубы. Улица Партизанская, 177, 1-й подъезд. Тайки, отопление и батареи в нескольких квартирах практически не работают. Температура воздуха в помещениях значительно ниже нормы. Я живу на первом этаже, вторая квартира. Надо мной шестая квартира, десятая, четырнадцатая и восемнадцатая. Это в одной комнате большой, более-менее тёплые батареи. Это самое тёплое помещение. Другая комната вообще восемь градусов, кухня тоже восемь градусов, а туалет, даже не знаю, сколько там градусов, там, наверное, нулевает. Но унитаз нельзя садиться купаться, нельзя. Квартиры угловые. Да, угловые квартиры, поэтому они, наверное, и холодные. В те комнаты нельзя выходить ни на кухню, ни в туалет, ни в ванну. Это длится уже несколько лет. А в этом году, вот мы с самого отопительного сезона говорили, писали заявки, чтобы наладили отопление, но никаких мер не принимали. В шапках спим. На голову шапку одевают и спят с головой под тремя одеялами. Купаться вообще невозможно. И это я вот ещё на третьем этаже живу. И там немножечко у меня не так, как на втором, на первом этаже. Но холод всё равно невозможный. Что это? Встаешь 12 градусов в комнате. Куда это годится? На третьем этаже. Это на третьем этаже. Мастер слесарей сказал, что надо какие-то заглушки покупать, надо сварщика что-то там варить. И потерпите до тепла. Улица Революционная, 163. Парящий подвал доставляет жильцам квартир второго подъезда. Серьёзные неудобства. Вся эта история началась с ноября 2013 года. Мы сначала почувствовались на том, что была нарушена работа стояка. У нас не работали полотенцесушители. Со скандалом, с криками сделали. Продолжение следует. Мы даже не знаем, что у нас здесь трубы менялили. Мы до сих пор не знаем, что случилось здесь. Но случилась очень серьёзная коммунальная авария. Мы называем это просто катастрофой. Значит, на наше обращение ЖУ-5, дальше ЖКС, управляющая компания, не реагирует. Реагирует так, что да, мы всё знаем, мы всё сделаем, но в результате ничего не делали. Сейчас кончается январь. Никакого результата. Что они нам сделали? Они нам вскрыли полы, прикрыли их дощечками. Бабушки ходить не в состоянии. Дети ходят, падают. Образовался налез на лестнице. Мы не можем ходить по лестнице. В доме парит, испарение, холодно. То, что на улице, то, что у нас в подъезде, совершенно одинаковая температура. Невозможно это просто вот в такой ситуации жить. Куда мы обращались? Вот наши все вот эти обращения. 16 звонков мы делаем каждый день. Никаких пока результатов нет. Ничего никто не... Да, да, мы знаем, и три месяца. Я говорю, вы не знали, что будет зима, что ли? Ну, ничего не готово ни к чему, няня. На сегодня это все. Звоните и пишите в нашу редакцию. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok